Ульяновские фермеры приступили к заготовке кормов для скота. Чтобы поддерживать здоровье буренок, нужен в первую очередь правильный рацион. А прокормить рогатых не так-то просто. Все лето на полях трудятся комбайнеры, трактористы и технологи, чтобы собрать главный ингредиент корма – люцерну. В хозяйстве Агронептунного Спасского района как раз подходит к концу первый покос. Ведь, например, зерновые корма или белковые, там же махишроты, мы можем где-то купить, выбрать на рынке. А основные корма нигде не купишь. И от того, какого качества ты их заготовишь, будет зависеть будущая продуктивность нашего стада. Из многолетней травы получается белково-витаминный корм с большим спектром незаменимых аминокислот. Главное в уборке – соблюдать технологию. Хозяйство за лето делает четыре укоса люцерны. Самое главное условие в этом – соблюдать сроки укосов. То есть, последующий укос после первого будет ровно через 28-29 дней. То есть, если ты эти сроки соблюдаешь, то как раз укладываешься в срок четвертый укос, есть возможность убрать. За лето аграрии собирают также кукурузный силос, пшенично-ржаной гибрид «Тритикали». В целом, по информации Министерства агропромышленного комплекса, стоит задача собрать 50 тысяч тонн сенажан, 42 тысячи тонн сена, 100 тысяч тонн силоса и 90 тысяч тонн фуража. Примерно это в расчете, если на одну условную голову, 35 центнеров кормовых единиц, что нам позволит сохранить продуктивность, которую мы наметили на этот год. Это 6,5 тысяч литров на одну корову. В том году у нас было 6450. То есть, каждый год у нас идет рост по надоям молока в расчете на одну корову. В этом году заготавливать корма начали на неделю раньше. Средняя урожайность многолетних трав составляет 30 центнеров с гектара. На данный момент в Ульяновской области скошено более 300 гектаров кормовых культур.